Не выставка Ван Гога, но тоже может претендовать на звание самой посещаемой. В Художественном музее Самарской публики представили проект Сергея Шнурова. На вернисаж пришли десятки горожан. Главные экспонаты оценили и наши корреспонденты. Стоит сразу оговориться, что хотя Сергей Шнуров и закончил когда-то художественно-реставрационное лицей, ни одной из этих работ он не писал. Популярный музыкант стал автором идеи всего проекта и каждой отдельной работы. А вот реализовали его задумку три автора, чьи имена держатся в строжайшем секрете. Но, наверное, ни для кого не стала неожиданностью провокационная форма, в которую главный хулиган отечественного шоу-биза облег свои идеи. Хотя организаторы и искусствоведы в один голос призывают не пугаться, но смотреть в самую суть. Эпотаж – это не основная концепция этой выставки. Эта выставка – это такой своеобразный поп-арт по-русски. И если Энди Ворхол и Сергей Владимирович Шнуров, они жили в разных культурных парадигмах, то все задачи творчества, они были примерно похожи. Эта выставка – она по потреблению. Именно поэтому проект получил имя ретроспектива «Бренд реализма». Новое направление в искусстве возникло в 2007 году и говорит о том, что современный человек живет не в мире чистых явлений, а в мире коммерческих продуктов. Обращаясь к этой теме, Сергей Шнуров предлагает зрителю задуматься о своей зависимости от торговых марок. Мы одеваемся в бренды, питаемся брендами, передвигаемся на брендах и не замечаем, что становимся смешны в своей зависимости. Искусствовед Валентина Чернова как раз и призывает обратить внимание на яркое и оригинальное чувство юмора Сергея Шнурова, а не концентрироваться на эпатирующих деталях. В связи с подготовкой к этой выставке мне впервые довелось посмотреть несколько его клипов. И я, в общем-то, соглашаюсь с тем, что Шнуров – это часть смеховой карнавальной культуры. Понимаете, в России всегда были похабные пастушки, частушки забористые, в России были анекдоты. То есть низовая культура, смеховая культура, она в любом государстве очень важна и нужна. В аннотации к выставке сами организаторы пишут, что она будет интересна тем, кто любит песни Ленинграда и хочет сделать оригинальное селфи. Но на самом деле Шнуров оказался гораздо глубже, чем хочет казаться. Алена Власова, Елена Шишкина, Дмитрий Столяров. Новости губернии.